Северо-восток Центр прав человека Если из этих людей кто-нибудь будет дальше работать в этом направлении Или присоединиться к соответствующей работе других То это будет уже очень хорошо Потому что предварительную базовую подготовку они прошли Мы ожидали, что будет большой интерес Интерес был даже свыше ожидаемого Практически два человека на место, которые мы решили ограничить Двадцатью, чтобы работа была более квалифицированная Более насыщенная Работа в группах Вот нас Сорок человек, из которых мы отобрали двадцать С лишним Потом сократилось Не все, к сожалению, смогли участвовать целиком в тренинге Все три дня И поэтому Реально закончивших тренинг Оказалось Несколько меньше Ну тут я не помню сколько Не знаю сколько будет завтра Но пятнадцать, семнадцать человек Где-то так Насколько я понимаю Вот Это Очень хороший результат Я считаю Потому что это Пятница, суббота, воскресенье Это выходные дни Люди Сидят с утра до вечера Они очень активно участвуют Задают вопросы Активно участвуют Вот в работе Рабочих групп Высказывают свое мнение Спорят друг с другом Вдвигают очень интересные идеи Иногда неожиданные Даже для нас Так что Я считаю Что в этом смысле Тренинг удался Что будет дальше Ну Во-первых Для нас это очень хороший опыт Потому что Мы тренингов не проводили Достаточно давно Ну просто проектов не было И теперь благодаря Вот помощи фонда Поддержки и защиты Прав соотечественников Такая возможность появилась Очень хорошо Что В Нарве На северо-востоке Мы Встретили Нашли Ну встретились Так сказать С людьми Которые смогли организовать Все это На высочайшем уровне Я считаю Все было прекрасно Помещение Оборудование Кофе-паузы Обеды Все что нужно Все было представлено Ничто не отвлекало От работы Все помогало Поэтому Особая благодарность Организатору И лично Товарищу Хмырову Александру Хмырову Который очень много Для этого сделал И чуть ли не Одиночку протащил Это все Проект здесь В Нарве Хорошо что у нас Есть контакты И поддержка Со стороны Местных властей По крайней мере Имеется ввиду Городское собрание Члены городского собрания Заместитель Председателя Городского собрания Александр Ефимов И участвовал В нашей работе А? Оленин 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 Они действительно Особенно Оленин Действительно Очень активно Участвовал В работе Был одним из лидеров Своей рабочей группы Так что Я думаю Что это ему Было очень полезно И интересно И значит Это тоже Все не напрасно Ну и с точки зрения Нашего центра Значит мы действительно Обкатали еще раз Наши методики Работы Мы поняли Где у нас есть Не то что недостатки Но над чем Нужно еще работать Мы поняли Значит В каком смысле Стоит развиваться Если мы будем проводить Уже не базовый А более такой насыщенный Продвинутый курс Вот Будет ли это В Эстонии Или в Нарве Или у нас Есть уже Идея И предложение Перенести все это На международный уровень То есть По крайней мере В рамках Стран Прибалтики Западных Стран Бывшего Советского Союза Я имею ввиду Белоруссию Украину И так далее И у нас уже Есть предложение Развить все это дело В сторону Средней Азии Там конечно Будет своя специфика Там нет европейских механизмов Но тем не менее Мы уже понимаем Как работать С такого рода аудиторией Аудитория была Хотя и очень пестрая Возраст там Самый разный Одним людям уже За 50 Другим еще Нет 20 Но тем не менее Оказалось К нашему удивлению Что и в такой Пестрой аудитории Действительно Возникают Свои отношения Свои взаимодействия Скучной Мне кажется Не было никому Даже наоборот И поэтому Этот опыт Нам очень полезен Мы будем Дальше продолжать Эту работу Безусловно Очень важную Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому